Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня будет очень приятный вечер. Не знаю, как для вас, для меня совершенно точно. Потому что, во-первых, закончена большая работа. Мы записали новый Апом-театр. И, как всякому артисту, всегда кажется, что следующая его работа лучше предыдущих. И что вот этой своей работой он уже, наконец, раздвинул все рамки и уже стал каким-то совсем другим. И что эта работа открывает вообще новые горизонты в жанре и так далее. Спросите у любого автора-исполнителя, он вам подробно это скажет. Мне в данном случае ничего этого не кажется, потому что все оно так и есть. Дорогие друзья, вы поздравите меня с действием, который для меня очень важен и который, мне кажется, очень хорошим. И сегодня на этой сцене вместе со мной будут выступать люди, которых я безмерно уважаю, которым я многим обязана. Они участвовали в создании этой работы, и они сегодня пришли меня поздравить. Это тоже мне несказанно радует. Я хочу пригласить на эту сцену двух человек, прежде всего. Людей, которым я обязана практически всем, что со мной сейчас происходит. Это Евгений Быков, прежде всего. Дмитрий Зевский, звук и режиссер, альбом «Азиатр». И мы споем заглавную песню сначала. Заглавную песню, которую сочинили Сергей Никитин и Дмитрий Сухарев. Она называется «За фортуной» и, конечно, посвящена людям этой нелегкой, неблагодарной профессии, актерам. Хотя диск «Театр» называется, скорее всего, так не в связи с госучреждением, где актеры получают зарплату, и не в связи с созданием, в котором актеры работают. Скорее всего, нет. Театр в каком-то, знаете, таком шекспировском смысле. Весь мир. Театр. Вот есть пролог. Завязка, кульминация и развязка у любой судьбы. «За фортуной» На дороге, на заросшей мурава да лебеда, Едем, едем за фортуной на тереге сковорожьей. Не рассказывай, по-боже, что дорога никуда. А что, да ведь чего, что никуда ведет дорога, А мы будем, будем, будем комедию ломать. А вы хотите, не хотите, а вы дохочите немного, И как миленькие будете комедии внимать. Мастер, на вас шутовские парили штиблеты, Но за румяными скрыты черты мудреца. Вам ли не вернуть, что спетые маминку плеты Так же не вечно, как раздутая ветром мудреца? А что, да ничего, но не навек ради Бога. А мы будем, будем, будем комедию ломать, Где вы хотите, не хотите, а вы дохочите немного, И как миленькие будете комедии внимать. Мастер, ваш рыжий парик, посиделый на вылете, Ваши репризы уже не смешны никому. Все рульники вы к нам с топлёй подавились, Все коломбивши и камеры в вечную тьму. А что, да ничего, да ведь и нам не минуть срок, А мы будем, будем, будем комедию ломать. А вы хотите, не хотите, а вы дохочите немного, И как миленькие будете комедии внимать. На дороге, на зарожье, на мураво, до лебеда. Едем, едем за портунами, на теряги, С комарожьей, не рассказанной хорошей, Что дорога никуда. Морозит на перегоне, город скрылся вдалеке, Едем, едем за портунами, в разукрашенном фургоне, И лешки, лихие кони, будто едут на лешке. И лешки, лихие кони, будто едут на лешке. А сейчас я хочу пригласить сюда, к этому микрофону, Автора этих дивных строк, которые сейчас прозвучали. Выдающегося поэта, моего друга, смею надеяться, И актерского сына, Дмитрия Анатольевна Шуфы. Я вот попросил разрешения у леди Олега Май Прочитать стихотворение, которое называется так же, как ее диск. Оно называется «Театр». Но тут есть одна запуск. Надо объяснить место и время действия, что ли. И ее маленькое предисловие скажет. Деточка, ничего, что я так сильно задан к вам. Да, вот так мне будет комфортно. Так вот, дело в том, что в Москве, среди многих прочих журналов, выходит толстый журнал под названием «Россия в глобальной политике». У этого толстого журнала есть главный редактор, политолог Федор Лукьянов. Такой красивый богатырь типа Илья Муровец или Добрый Никитич. С бородой, блондин. И вот на одной такой второстепенной тусовке подходит ко мне главный редактор этого журнала и говорит, «Дмитрий Антонович, я должен передать вам привет от своей мамы». Я говорю, спасибо, кто же ваша мама? Он говорит, Марина Лукьянова. Ой. Я был влюблен в эту Марину, когда учился в восьмом классе. А папа ее, дедушка Федора Лукьянова, был главный герой-любовный к театру революции, за кулисами которого мы с Мариной росли во время войны. И все вот там великая актриса в это время была Мария Ивановна Бабанова. И во всех спектаклях, где Мария Ивановна играла главную женскую роль, Александр Павлович Лукьянов был ее партнером. Если она была Джульетта, он был Ромео. Если она была Арбузовской таймой, он был Герман. Если собака на сене, то он был Теодора. А моя мама была, играла служанку графини. И Александр Павлович за ней приударялся в рамках этого спектакля. И Мария Ивановна очень злилась на Теодора. Я столько раз невольно замечала, как Теодора мил, красив, умен. Ну, если бы он знатным был рожден, то я бы его иначе привечал. Я знал все ее спектакли, все ее песни. И вот до того, как я влюбился в Марину Лукьянову, это было в восьмом классе, я в четыре года был влюблен в Марии Ивановну Павловну. То есть в четверг по восьмом классе. И вот теперь я объяснил ситуацию и могу читать на конце стихотворения театра. Теперь уж поздно влюбляться заново в нелепость жеста и пыль кулис. Моей актрисой была Бабанова. Теперь уж поздно менять актрис. Влюбленный отрок в года невинности я рос за сценой. Теперь я стар, теперь я знаю, что значит вынести свой крест и возраст, и долг, и дар. Я видел львицу, металл кусавшую, ей править миром хватало сил. Она царила и часто с Сашей была жестока. Он все сносил, как прост и важен был жест Лукьянова. Когда Ромео спускался в склеп, его катурны бесили главного. А я не видел, что он нелеп. Люблю катурны. Хитон обтреплется, а мы катурны возьмем в слова. Театр нелепость, стихи нелепятся, и жизнь нелепа. И тем права. Спасибо. Я прошу прощения, что я буду петь все-таки в этот микрофон, потому что это оказывается удобно. Нет, звукорежиссер требует, чтобы я брала свой микрофон, потому что остальные, они взрываются просто от моего голоса. Папа! Хорошо. Игорь Анатольевич. Все подучилось? Да. Сейчас пока раз-раз включился. Мы споем сейчас песню вместе. Вы готовы, да? Мы споем песню, которая должна была войти в этот диск просто и по праву рождения, и по теме, но не вошла, потому что мы не сумели ее записать должным образом. И сегодня, наверное, в этом концерте прозвучит не одна такая песня, которую, будем считать, не из не вошедшего. Из не вошедшего. Это те же авторы, что и в предыдущих песни. Да. Пожалуйста. Музыка церкви очевидна. Это какой-то пролог сегодняшнего речи. Пленительная пыль кулис струится в зал со сцены. Пленительная слава бис щекочет слух в ручь в счастливый час. И снова свет погас, и снова вне облет стены, и снова грифис. Пленительная слава бис... 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 И это до конца, то ли магнитом нас это магнит, То ли нечистый власти, то ли нам хмаровою утром убросла Власть, то есть власть, ремесла, И длительный путь уелись. Начнем потихонечку представлять нашу работу. Песенга, которую мы сейчас поем, уже довольно известно. Поем мы ее довольно давно, и в интернете она распространена достаточно широко. Это песня, которую сочинил наш большой друг Владимир Васильев из города Харькова. В данном случае он выступил как композитор и сочинил песню на стихи известного нашего поэта, прозаика, публициста и гуманиста и гражданина Дмитрия Быкова. Песня называется «Стрекозай муравей». Да, подлый муравей, пойду и попляшу, И больше ни о чем тебя не попрошу. На стерлах ледяных играет мертвый глянец, Сима скопала пруд, а вот и снег пошел. Смотри, как я пляшу, последний стрекозел. Смотрю, Родина на мой, прощальный танец. Ах, были времена под каждым мне листком, Был столик, квасочки, чай, со свистком, И радужный огонь, Расиста, монолитка, Мне только то и вкрок, Победили мирской, Что добывается не модом и доской, А только из милости, Задан от испытка. Забросли все цветы, Ветра сошли с ума, Все, у кого был дом, Порядались в дома. Согмерные равны, Соломинки таскают, Мышки, способные к работе и борьбе, Умеем лишь просить, Пусть и меня к себе, И гордо подыхать, Когда нас не пускают, Когда не путь в раю, Где пляж и души нет, Веселый рой теней, Ты ползешь ко мне, Хоть твои мозолистые брюки, Больши роты, С завистью следя, Воздушный мой прыжок, Попросишь стрекоза, Пусти меня в кружок, А я тебе скажу, Пойди-ка, поработай. А тема насекомых на нашем альбоме Продолжает... Сергей Труханов, Выдающийся композитор, Автор песни «Божья коровка». Сережа, просим. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер. Ну вот я хочу поздравить Лиду, Женю с этим событием в виде диска. Я так представляю, в общем, сколько это всего потребовало, каких-то фантазий, терпения, труда, сил, ну и всего остального, музыкальных каких-то качеств и пацанских в том числе. Судя по всему. Вот. И песня, которая вот на диске присутствует, поется она, правда, таким ангельским голосом, такой ангельской совершенно аранжировкой. Ну, вы, дорогие друзья, запомните ее такой, эту песню? Да. Называется «Божья коровка». Стихи Ольги Нечая. В кулаке шевелится, щекочет, жесткими над крыльями поводит, В темноте мечтает о свободе, И привыкнуть к тесноте и не хочет. Ах ты, насекомое создание, Маленькая жизнь, ну, что лети же, Подношу ладонь кубам поближе, Помочу смешно без заклинания. Божья коровка, улети на небо, Принеси мне хлеба, А вот счастье попросить неловко, Как она рванет во все опорки, В чистом небе легкой точкой станет, Не заметит, как меня обманят, Не пришлет в мире горелой горки, Нет ни крошки, но осталось это Затяжное выцветшее лето, Поржур шаклествует над головою, Плечка, ноги, высажившей тобою, Поржур шаклествует над головою, Плечка, ноги, высажившей травой, И еще одна песня, которая продолжит не в прямую, но косвенно тоже энтомологическую тему, Там упоминаются кузнечики. Стихи Ольги Родионовой. А вот в Аризоне тоже думали, что гроза, А потом посреди пустыни приземлились, Так мне сказали, Странные человечки, у которых одни глаза, А рта никакого нет, они говорят глазами, А рта никакого нет, они не умеют есть, А как же они живут, а они не умеют жить, Умеют, наверное, плакать, потому что глаза-то есть, А в общем годятся только кузнечиков сторожить. Хочешь, я посажу в саду Марсианский мох, Кто говорит о любви, о любви нельзя говорить, Мне бы хотелось что-нибудь красивое и подарить, А все, что было красиво, Ему же подарил Бог. А вот в Аризоне тоже сначала думали, что гроза, А потом посреди пустыни приземлились, Так мне сказали, Странные человечки, у которых одни глаза, А рта никакого нет, Они говорят и глаза, А рта никакого нет, они не умеют есть, А как же они живут, а они умеют жить, Умеют, наверное, плакать, потому что глаза-то есть, А в общем годятся только кузнечики сторожить. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А мы сейчас с Евгением Николаевичем поделимся с вами творческими планами. Дело в том, что мы сейчас работаем над следующим диском. Естественно, мы всегда заканчиваем один, начинаем другой и пишем его лет пять потом. Так вот, давным-давно мы уже работаем над диском «Пятнадцать песен Владимира Васильева». И мы вам сейчас их споем. Все. Потому что это много времени не займет, не переживайте. Володя Васильев отличается тем, что у него песни секунд по двадцать длительностью. Вот, и мы успеем спеть довольно много сегодня. Но мы споем вам сейчас, во-первых, два романса. Два романса. Владимир Васильев. Пошли. Вечером вы ожидали полковника, Гром доносился военных музык. Выдвинул челюсть комод на полковноты, Высунув платье в обряды язык. Сердце воню об объятия сладкие, Разум объятья того, что не мило. Двинул ящик божественной пяткой, Лязгнул помод, Язык прищебил. Под вечер предвкушали водку Два утомленных скрипача, Брели вонючую селедку За хвост колючей плача. Селедка головой мотала И губы на бок своротив, Романс негрога напевала, Перевирая чуть мотив. О, Боже, как же я забыла И дали воли ночи его. Но тут ей пылью рот забила, И дали болью ничего. Вот сейчас внимание для звукорежиссера И вообще для всех присутствующих в зале Евгений Николаевич сейчас будет петь. Готовьтесь. Я даже догадываю, пекст специальный такой, Чтобы всех предупредить. Ибо для наиболее полного раскрытия Художественного образа Следующего произведения Я принужден буду явить миру То, чем обладаю по праву. То есть это очень... Он может сейчас явить миру Все, что угодно, понимаете, Обладает по праву. Ты же сказал уже, о чем пойдет речь. Поэтому я вас предупредил, А я когда вступлю, вы не пугайтесь. Потому что я сам боюсь. Очень трогательная песня. Называется она... Она без названия. Корабли на плечах ржавеют распячем Белошвеньки, царяны, рыбачки и прачки Выбегают на бег ладонь козырьком Где он суженный ветром Поботным брюханы Облака кучевые Плывут, как фрегаты Взглядом суженным Девы скрипут Горизонт Никого В направлении Песчаных барханов Мимо них пронеслось Стадо диких мушланов Эй-эй-эй У-лю-лю У-у-у-у Топаком резким Боком А густым Переговором В нос ударило Девы Воскликнули Срам Нам подобных сокровищ Не надо И дар И пошли По пескам По следам Есть еще одна песня о любви Это сказка Сочиненная Володей Васильевым Называется она Царевна лягушка Из лягушки она превращалась в девушку Ой, не доцеловала Кожа у нее теперь зеленоватая Глаза чуть навыкоти А так ничего Ты не печалься царевич И бабушка Говорит ему девушка Это ничего Что спина у меня пупырчет Зато ноги прыгучие Эх Не доцеловала А мы продолжаем Представлять на этой сцене Людей, которые имеют Самое непосредственное отношение К созданию диска Я хочу пригласить сюда К этому микрофону Участника Творческого объединения Луконост Поэта Ольгу Нечаеву Встречайте Добрый вечер Я также присоединюсь Ко всем поздравлениям С выходом от этого диска Поздравляю Лиду Женю И нас всех Вот Сейчас я прочту Несколько стихотворений Про Божью коровку Вы уже слышали Но читать не будут Хотя честно говоря Я написала вроде одного слова Которое там есть Так вот Сергеева не поет Но если сравнить текст Спрашивают что на слово А прочитайте текст хорошо Нет Это будет Это будет Такая интрига А, понятно Я поняла Не удержать в себе имени и судьбы Все протекает сквозь жадное решетон Что же теперь жалеть Только вот нитки Легко Не замечая никаких полотен Подумаешь до смерти далеко Но смерть одна И ты совсем один Потеряна Посеяна В пыли не вырастет Не обретешь Назад Все вышли Утонуло корабли Остался длинный перечень Утрат Они со мной говорят На незнакомом языке Они выходят на парад Сжимают дудочку в руке Они со мной говорят Но я не знаю их пароль Я отвечаю не в попад Я не выиграла себе эту роль Пустое небо надо мной Закручивается в спираль Автомобильчик заводной Уехал в сказочную даль Там хорошо Там виноград Растет А то и апельсин Они со мной говорят А я не отвечаю Им А прежде чем представить Следующего участника Творческого объединения Каност Мы Представим вам Дивный музыкальный инструмент Который Сейчас находится в руках Бургии Николаевича И надо сказать Что вот эта Вот эта вот маленькая штучка Она определила Пару лет назад Когда попала в руки К мастеру Она определила Какое-то даже направление Какое-то Дальнейшее Существование Нашего коллектива Потому что сейчас На этом Этот дивный звук Он сопровождает нас В каждой нашей работе В том числе и Записи диска То есть вы услышите Голос укулеле Практически в каждой песне Потому что Когда-то давным-давно Ну два года назад Евгений Николаевич Именно вот этот инструмент Который сейчас У него в руках Он его Отобрал Отнял Силой взял Отобрал он его У Варвары Мещук Это жена Вадима Леонидовича Мещука У Варе был день рождения Друзья подарили ей укулеле Хотели пошутить Но шутка Не удалась На этот же день рождения К сожалению Был приглашен Евгений Николаевич И он отобрал У Варя Укулеле И с тех пор Не расстается с ним Ни днем Ни ночью Я так предполагаю Что Вся эта пламенная речь Была к тому Что если вы вдруг Кому-то хотите Подарить укулеле На день рождения Будьте осторожны Бдительны Не приглашайте меня Или вообще Любой другой Музыкальный инструмент Потому что Все началось с укулеле А потом Как-то Понеслась Какие-то Разные формы И величины Гитарки Дудочки Ударные Всяческие инструменты Так вот Евгений Николаевич Давайте представим Нашим Дорогим зрителям Ваш инструмент Песней По всем его масштабе Еще хочется сказать Да Песней Михаила Щербакова Вы знаете Диск Театр Который мы сегодня Представляем Он уникален Он абсолютно Для нас уникален Потому что В нем нет Ни одной Песни Михаила Щербакова Вот В зале Раздался Довольный смех Ну наконец-то Знаете Когда я Михаилу Константиновичу Вручала Диск театра Сказала Вот видите Тут ни одной Вашей песни нет Он сказал Ох надо же Мне бы так Вот То есть Он Я ему тут же Предложила Когда говорю Давайте запишем Вам исполнительский диск Вот все Обхохочется Он сказал Что подумает В общем Но Если В концерте Не прозвучить Ни одной песни Щербакова Это будет Конечно Совсем уже Нелепица Какая-то Поэтому Все-таки Мы одно Вам споем Поскольку В этом Инструменте Нам почудилось Что-то Итальянское То мы И приспособили Его первым делом К песне Михаила Щербакова На музыку Не народу Песня называется «За памяти всех» Что в чужом краю Что в чужом краю Что в чужом краю На высоком небосводе Не увидишь Там азов Да и кто их видел Впрочем При какой Такой погоде Счастье Каприз Надай Тревожен А жизненной Вовсе Одна Второй Не будет Рим Собою Взять и не можно Помаять Пока что Возле Папа Римский Не осудит Рим Несколько Ни упадки Лучи Вечет И хлопочек На расклад Идут Напитки Курс Порядки Биржой Люд Заворский По руинам Резво скачет Пальцем Тычит Во что Хочет Отчего Мы в самом деле Не скакать Пока живой За сто лир Цена смешная Ты пломбир Купи С изюма И направь Семной Дрекор Союда Вашей Смущая В серую Клеточку Костюма Ах Эти Башни Глазами Серьезными Своими Маркают Так прелестно Мы умрем Чертво С нами А вот что Случится С ними Совершенно Неизвестно На скамейке Венесар Сноем Античного Забора Не забудь Что ехать Скоро И бесед Не проводи Что там Завтра Архитектуры Синьорина Что за Флор Синьорина Не твоя Печаль Приятель Погуля Проходи Свой Черед Коснется Слуха Тот Сигнал Валторный Строг Что Вязать Велит Пожитки Не пират Тебе Ни пух Отдыхание Перед Дорогой Влажный Рассвет Тебе Разбудит Партия Ключами Щелкнет А дальше Как придется Жизнь Одна Второй Не будет Но пока Валторна Смокнет Колокольчик Распоется Жизнь Одна Второй Не будет Но пока Валторна Смокнет Колокольчик Распоется Ла- т mañana Ла- т Ла- т Ла- т Ла- т Ла- т Ла- т första АПЛОДИСМЕНТЫ Евгений Николаевич, давайте исполним с вами венесуэльский вальс, который олицетворяет собой не только прекрасную музыку, но и иллюстрирует многообразие живых форм в природе. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Быстрее бы еще не получалось ни разу. Сегодня он в ударе. А сейчас вот, собственно, ради чего мы с вами собрались. Сейчас прозвучит произведение, одно из центральных на нашем альбоме. АПЛОДИСМЕНТЫ И вообще в последние два года одно из центральных в нашем репертуаре. Оно принадлежит перо, выдающемуся автора, поэта, тоже участника творческого объединения «Мелконост», которому принадлежит Оля Нечаева, которому принадлежит Сережа Труханов. И это объединение, на мой взгляд, олицетворяет собой очень важный процесс, очень важное явление, так сказать, второе пришествие профессиональных литераторов в авторскую песню. Песенка, которую мы сейчас споем, она уже с нашей легкой руки, я горжусь этим, уже пошла по свету. Вот недавно мы были на гастролях в Санкт-Петербурге, а в зале сидели юные создания, которые пели все слова. Они уже знают наизусть ее. Я очень этому рада. Алексей Демотков. Вот уж гихол не помешает точно. Между нами нет никакой связи, Между нами связи нет никакой. Даже не фокусник может провести между нами рукой и подтвердить, что связи нет никакой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Иллюзи. Субтитры создавал DimaTorzok Иллюзи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Алексей Демотков. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Собaltra ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok песенок. Сейчас посмотрим. Вот я спою ту песенку, которую не включили. Просто песенка только что сочинилась буквально. Открываешь глаза, нет никаких планов, но звонят какие-нибудь хорошие люди. Предлагают опять провести время вместе. И так каждый день открываешь глаза, все заливают светом. Никаких забот не видно на горизонте. И выходит, что выходит сегодня праздник. И так каждый день хорошо сидим, хорошо мы проводим время. Так легко и просто раскованно и приятно. на море под дуга, курицу, и мурицу, ночь, и курицу, и крыльцу, и и мурицу. Только тихо склоняется к изголовью, Но уже давно ничто не вредит здоровью. И так каждый день, и так каждый день, И вот Новый год, и так каждый день. Сейчас мы споем вам произведение, которое вошло в наш альбом. Одно из моих любимых. Мне просто очень хочется спеть до этого с Алексеем Тиматковым. Я знаю, что ничего хорошего из этого не выйдет. Но тем не менее, я не могу упустить такой уникальный случай. Во-первых, увидеть Тиматкова на сцене надо постараться, вам повезло. Вы очень везучие люди. А сейчас мы исполним произведение, которое называется «Колыбельная». «Колыбельная» И так каждый день. Никуда не стремиться, Ни за что не держаться, Волны летнего сноя, Хлопья белого снега. Это всё для покоя, Это всё для ночлега. Расшнуровывай кеды, Распрягай к лестнице, Не нужны мне победы, Кроме той, что приснится. Там, за улицей Малькуле, За последней надеждой Тень оставлю на стуле. Рядом снятой одеждой Уходите на реки, Погасите светильник, Опустите мне веки, И не ставьте будильник. Я проснусь на рассвете В одноместной палате На далёкой планете, На широкой кровати. На далёкой планете, На широкой кровати. Я проснусь на рассвете альбоме есть песни не только о смерти, но и о любви. И сейчас мы вам споем пару песен о любви. Но я забыла, какие мы старались спеть песни. Можно я посмотрю в программу? Я долгое время работал с Толей Киреевым, а он такой большой любитель таких подвижных песен. И программу концерта мы тоже всегда готовили заранее, она вот здесь на листочке лежала. Но однажды он так разошелся и решил отступить от программы и говорит мне, говорит, давай вот эту сыграли, и начинает. Я не угадал, говорю, ладно, тогда вот эту. Мы сейчас споем вам песню, которая очень неожиданно звучит, вообще неожиданно была взята на нами когда-то давно при пертуар. Эта песня принадлежит перу советских авторов, Алексею Фатьянову, выдающемуся поэту, и Борисову Краусову, выдающемуся композитору. Эта песенка из кинофильма «Свадьба с преданным». Будьте вместе со мной. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А вот кто еще мастер сочинять мантры про любовь, так это Лена Казанцева. Она пишет только то, что с ней на самом деле было. Например, когда ее спрашивают, почему Лена у тебя в твоей знаменитой песне «Я скучаю на матрасе лежа», не Сережа, как было бы в рифме, а Алеша, она говорит, потому что Алеша был. И возразить ей нечего. Однажды Лена была проездом из Самары в Минск у меня в гостях. Она ночевала на свежекупленном надувном матрасе необыкновенной красоты. Утром она проснулась и потребовала листик и ручку. У меня из листиков в доме нашлась только обрывок из тетрадки в клеточку, на которой была расчерчена пуля. Мы играли в преферанс вечером. И, значит, перевернула я ей эту пулю и дала ручку. И она абсолютно ровным, круглым, почерком, без единой помарки вывела следующее стихотворение. Эпиграф. Твой матрас меня потряс. Матрасы в творчестве Лены играют большую роль. А дальше стихотворение, которое прославило меня в веках, потому что вот я благодаря Лене вошла в историю русской литературы, поскольку она великий поэт. Лида купила двуспальный матрас, чтобы поехать на юг. С этим матрасом уедет от нас верный и преданный друг. Если тихонечко этот матрас гвоздиком ночью проткнуть, Может, она не уедет от нас? Может, захочет вернуть этот матрас навсегда в магазин? Пусть принимают с дольем. Где-то на юге заплачет грузин, так и не встретив ее. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Листочка в 97-м году, исписанной божественным нашим поэтом. У меня в рамочке сейчас хранится дома, и я надеюсь, когда-нибудь его продать. АПЛОДИСМЕНТЫ А сейчас Елена Казанцева. Песня о любви. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...